сегодня у нас на ремонте бензопила штиль причина обращения нет мощности а именно на газ жмешь и появляются провалы пила не разгазовывается не набирает газа мощности вот мы вышли завели действительно пила заводится но действительно мощности не набирает вот по всем ощущениям просто не хватает топлива карбюратор по какой-то причине выдает меньше чем положено но особенность данной модели штиля 180 и штиля 170 то что карбюраторы стоят нерегулируемые единственно что можно подрегулировать это холостой ход вот с одной стороны это конечно хорошо что уже все там отрегулированные лазит да не надо пилы в принципе работают и по 10 лет бывает но такие моменты случаются что надо подрегулировать а подрегулировать нечем так вот сейчас мы с вами немножко добавим топлива при помощи внутренней конструкции карбюратора а именно мы не винтом подадим немножко подадим при помощи иглы вот сейчас я разберу карбюратор и все это вам покажу конечно же все вот эти мероприятия что сейчас буду показывать вы должны делать только после того как вы проверили фильтр на загрязнение топливные достали его посмотрели или поменяли на новый посмотрели глушители выхлопную систему в целом что все нормально здесь выхлоп хороший вот только после этого мы приступаем к разборке карбюратора и уже сейчас посмотрим в самом карбюраторе прежде всего загрязнения и уже только после этого если там все чисто мы тогда уже начнем с вами его крутить откручиваем 222 гайки они на 8 у нас имеют здесь размер скидываем вот эту скобу которая нам закрывает во время холодного пуска вот теперь аккуратно вот этот рычаг поддеваем наверх потому что если вы сильно толкнуть наверх или кто-то в бок здесь вот скоба она может отскочить и это будет проблематично здесь надо будет какой-то делать зацеп вот поэтому наверх только наверх аккуратно вот какой-то тверточки взяли раз и все и выводите его на себе вот этот зацеп он очень довольно тонкий при этом он отдельно не меняется эта часть корпуса очень нежно с ним надо обращаться вот теперь нажимаем на курок здесь пальцем придерживаем и курок у нас снимается рычаг сам обратно вытягиваем на себя вот аккуратненько сдергиваем может вот так вот бензин палиться поэтому какую-нибудь штучку и затыкаем вот так вот как я уже показывал в каком-то видео я с карбюраторами работаю вот такой ванночкой с бензином вот сразу сюда кидаю от грязи чтобы у нас не попало ничего внутрь карбюратора вот и так карбюратор немножечко сполоснули бензин и теперь мы давайте первым делом откручиваем вот центральный вот посмотрим сеточку на загрязнение посмотрели сеточка чистая вот здесь еще у нас бронка есть мембранка это уже имеет довольно сильные механические такие повреждения именно как выдавлены такие участия в принципе должна еще поработать оставим пока я вот ничего здесь мы делать не будем просто соберем назад и теперь конечно разберем вторую сторону и уже добавим немножко топлива откручиваем первый винтик и так и так снимаем мембранку вот а чтобы теперь нам добавить топливо чтобы больше топлива проходила мы должны немножечко подогнуть эту лапку наверх вот но только не сильно потому что если подогнуть сильно то топливо будет очень много соответственно карбюратор начнет заливать мембранка целая смотрим чтобы нигде не было порывов трещин и собираем назад а и чтобы еще на чтобы она была мягенькая все она уже деревянная то она работать не будет собираем вот так вот назад закручиваем конечно такая настройка является не точной вот и более даже скажу очень тяжелый потому что бывает разбираешься по три-четыре раза карбюратор чтобы выставить именно то количество топлива которое вот действительно надо просто я уже как бы это на слух слышу вот есть у меня конечно и почему выставлять обороты что живом откровенно уже давно им не пользуюсь тахометр этот выставляю уже на слух все вот ставим его на место зажимаем здесь шланг потому что если мы снимем она очень плеванет зажали пальцами на карбюратор шланг и делаем его на теперь ставим давайте рычаг нацепим вот так вот и аккуратненько его вниз чтобы не отломать вот этот зацеп поправляем провод так теперь нам надо поставить тягу которая нам будет закрывать заслоночку таким макаром раз ставили берем корпус воздушного фильтра гайки головочку на 8 прикручиваем подтягиваем проверяем рычаг все работает фильтр пока не будем ставить сейчас пойдем заведем послушаем и так дорогие друзья вот он наш с вами штиль на котором мы добавили топлива при помощи лапки внутри там и сейчас мы его заведем послушаем появилась ли мощность появились обороты и если что может быть подстроен но а 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 хора но как мы видим слишком много холостого кода как мы вот чуть если берем вот он любит у нас вот эта отверточка небольшой а Вот наша задача, чтобы двигатель работал спокойно и цепь стояла на месте. Вот это будет хороший холостой ход. Вот и все. Как мы видим, пила работает нормально. Подписывайтесь на наш канал. Заходите на наш сайт looktool.ru Всем удачи. Пока. Продолжение следует.